Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения! Продолжаем играть в игру Хонор Боунт! Так, давайте-ка еще что-нибудь себе закажем на исследование хранилища или уголькового барона. Блин, даже не знаю, или вообще энергию, а? Что скажете? Не слышу вас. А может быть собиратель монет на 10% больше за исследование подземелий? Давайте сделаем так. Так, как же я хочу себе еще одного ученого, но не хватает у меня, ребята, алмазиков. Нужно 500. Они здесь так просто не даются. Задание. Давайте посмотрим. В принципе, у меня должны быть юниты, тем более первого уровня. Вот, я вижу. Так, давайте сюда поставим. И сюда. Пускай идут выполнять. 10 минут, но в принципе это довольно быстро. Так, можем что-нибудь еще тут такое хорошенькое себе заказать? Руна Леси. Ага. Мы пока не можем. Потому что у нас не выполнена эта миссия. Ясно. Так, а это... О! Бронзовую руну получаем с вами. Замечательно. Ну, вроде бы как и все. Отряд мы не будем с вами менять. Так, в боте. Погоди, чего-то я забыл. Так, надо посмотреть. Ага, здесь у нас что? Победите хаос. Мы уже дрались с ним. Получали все, что надо. Тут у нас еще тоже восклицательный знак. Но я больше уверен, там опять что-нибудь касательно доната. Купите предметы в магазине. Так, что это у нас? Ага. Базового героя можем призвать. А здесь могучего героя. Ключ какой-то. Пиратский. Хм. Странно. Пиратский ключ. Ну, давайте зайдем тогда в состав нашего отряда. Так, подождай. Зачем сюда зашел, а? Блин, у меня же тут все равно никого нету. Где у нас там, блин, с рунами-то связано? Я уже подзабыл все. Ну, я имею в виду, где мы можем с вами открывать руны. Ну, и, естественно, призвать могучего героя. Так, по-моему, у исследований нет? Что-то я... Что-то я совсем запутался. Ага. Нет, это у нас артефакты. Это не то. Это шкатулка. Что? А, исследование уже завершено. Замечательно. Призыв. Нет призываемых героев. Хм. Замечательно просто. А почему же мне тогда дали руну, и я не могу ее использовать? Вам не кажется это странным? Классы. Да, нам нужно еще увеличивать и лидерство, и все. Черт подери. Все очень много. Чего нужно, и... Так, вот здесь надо забрать, ребята. Ага. На 10% больше монет мы будем получать за подземелье. Так, артефакты. Давайте шкатулку пускай пока открывают. 15 минут. В принципе, это время пролетит довольно быстро. Ну что ж, поехали тогда с вами на основную сюжетную миссию. Ой, это что такое у нас тут? А, ну понятно. Причем я не могу ничего здесь сделать. Я не знаю, где вот эти вот жетоны, ребята, брать. Видимо, нужно вступить в гильдию. Угу. Один из тридцати. Как-то жидковато. Вот здесь еще нормуль. Возьмут или нет, а? Как вы думаете? И? Вау. Много. Ну-ка давайте пригласить. Ну, попросить пригласить, чтобы... Должен одобрить глава гильдии. Это остается нам только лишь ждать... Не, конечно, мы можем и создать свою гильдию. Но, наверное, там, как всегда, нужно будет чего-то много. И наверняка нужны будут алмазики, да? А нет, всего лишь 10 тысяч голды. Ладно, посмотрим. Если не возьмут, наверное, будем, ребята, свою гильдию создавать. Так, ну что? 900 монет забираем. С наших шахт. Ну и давайте, наверное, сходим вот сюда. Победим мы этого. Кто там? Волк? Я уж не помню. Или здесь уже будет кто-то другой. Ну да, типа... Не знаю, крыса какая-то или медведь. В общем, не важно. Главное, что он обглоданный. И это мертвяк. Ох ты! Как он моего голема-то ледяного разложил. Опачки! Он у меня так сейчас, ребята, уложит, по-моему. Воу! Не зря ли я это сделал-то? Рванул на него. Ё-паса ты! Да переключись ты на викинга! Ё-моё! Чё ты меня-то всё колбасишь? Ай-яй-яй! Ещё удары, всё. И мне кранты будут. Не нравится мне! И... Так, ну что? Оживите, естественно, ребят. Блин, потратил только оживлялку. Ладно. Не надо было мне, конечно, сюда суваться. Фиг. Оу, зато опыта дали очень много. Ладно, фиг с ним. Как-нибудь это переживём. Забираем ревард. И что здесь? Оу! Элитная руна! По идее, это должен быть хороший боец призван. И 880 голды. Плюс 10% бонус. 88 ещё сверху на капу. То есть мы ещё раз можем пройти, да, его? Получается, что да. Ё-моё, нифига там. Легендарного героя могу собрать. Ха! Заманчиво, ребята, но у меня нет больше воскрешалок, поэтому, думаю, перебьёмся. Помощь Архидруиду. Вот у нас, ребята, с вами основное задание. Войдите в Руналесий и получите аудиенцию у Архидруида. И узнайте, как хаос пришёл в Хайвер. Ну что же, хорошо, давайте попробуем получить эту аудиенцию. Руналесий — это владение Архидруида. Все растения и животные подчиняются его воле. Но эти деревья как будто больные, испорчены. И к тому же здесь промышляют бандиты. Что тут происходит? Сначала нужно разобраться с бандитами. Надеюсь, Архидруид ещё жив. Я тоже на это надеюсь, потому что будет глупо, да? Пройти миссию из-за зря. Оу. Шавка здесь у нас, ребята, девятого уровня. Да, мы её быстренько уничтожили и продвигаемся с вами дальше. Ну и что же? Я вижу, довольно неплохо нам идёт опыт. А это уже радует меня. Так, что у нас тут? Сундучок, сокровище. Ещё одна шавка. Там уже пошли бандиты. Это уже будет плохо. Оу, уже две. Ладно, растерзаем. О, нового дарта её и хватило буквально. Хорошо. Так, молодец, викинг. Выдержал. Умница. Победа. Ну ещё бы не победа была. Да, ребята, деньги у нас с вами копятся, а у меня максимальный предел 3000 голды. Эх, много денег, думаю, сейчас у нас пропадёт просто-напросто. Ну что ты там, бандит, своим копишкам никчёмным машешь? Давайте вот этого начнём для начала, потому что это у нас хилер. Он нам не нужен. Кого? Галем. Блин, Галем у меня, конечно, ватный ещё 6 уровня. Но бьёт он довольно неплохо. Для своего-то левла. Замечательно. Продвигаемся с вами дальше. Опять бандиты. Опять незваные гости в моём лесу. Прочь! Архидруид не потерпит чужаков на своей земле. Но мы не чужаки. Подождите, Архидруид. Мы пришли попросить о помощи. Пожалуйста, выслушайте нас. Нет, я не могу никому помочь, пока эти бандиты убивают моих сородичей, а скверно разъедают деревья. Так, братишка, мы пришли тебе помочь, родной. Ты что, не признал, что ли, нас? Да, ребята, по всей видимости, друид-то там совсем уже с катушек съехал. Ладно, давайте быстренько здесь всех завалим. Докажем, что мы на его стороне. И, возможно, может быть, он присоединится к нам. Ну, мне бы хотелось, по крайней мере. Всё. Отлично. Блин, ребята, 2 910 золотых монет. Эх, скоро деньги будут просто не копиться. Пропадут. Нет, оу. Тут у нас надо карту включать, ребята, чтобы посмотреть, куда нам двигаться. В каком направлении. Так, здесь сундучок у нас с сокровищами. Поэтому, естественно, я выбираю этот путь. Опять бандиты. Кстати, миссия называется у нас Врунолесье. Так, давайте начнём, наверное, с хиллера, да? Вот так. Критический удар. Он сразу же падает замертво. Так, ну давай, викинг. Ты, главное, держись у меня. Не падай духом, и всё будет хорошо. Угу. Новый уровень я получил. Замечательно. Это меня радует. Продолжаем своё путешествие. Так, денюжки. 284 голды. Это кто у нас? Ага, лучник. Понятно. Ещё такой снайперский прицел у него стоит. Ёлки-палки. Подзорная труба. Оу. Как так? Без крита. Ребят, надо как-то крит прокачивать мне, моему персонажу. Чтобы он рубил их на раз. А там, по-моему, нельзя, да, так делать? У него это идёт по стандарту. Ну, фиг с ним. У нас, по-моему, есть с вами аптечки. Да, вот на хилл. Давайте. Чё такое? Блин, я не успел. Ё-моё, я думал, что нажал. Но не тут-то было. Сейчас, по-моему, у меня викинг мой упадёт. А для этого придётся тратить аж целый свиток воскрешения. Ах ты, зараза. Ну, что ж ты не стрельнула в меня, а? Ну, естественно, ребята, тут всё продумал. Они будут бомбить, естественно, самого... Не то, что слабенького, а у кого меньше здоровья. Чтобы я как можно... Оу. Войн чести. Наконец-то кто-то способный спасти моё рунолесье. Архидруид, в Хайвен пришёл хаос. Нам нужна ваша помощь в борьбе с ним. Мои леса тоже пострадали от хаоса. Если вам нужна моя помощь, вы должны сначала спасти их. Я всё объясню в более безопасном месте. Ага, ты, значит, не пойдёшь со мной, я так понимаю, да? От хитрожопой. Ну, ладно, придётся идти на уступки, ребята. И бить тут всех. Так, надеюсь, действительно от него будет какая-нибудь помощь в дальнейшем. И все мои усилия пройдут не зря. Так, готовы бандиты? Слушай, давай, давай, вставай, родной. Ну, долго же ты будешь валяться? Кстати, ребят, не забывайте, что когда твой персонаж... Не твой персонаж, а твой юнит мёртвый, и он получает уровень, он автоматически воскрешается сам. Даже не надо ничего тратить. О, хорошо. Всё, ребята, у нас по деньгам предел. Шкатулка, исцеление. О, колечко. Вот колечко, это хорошо. И мы с вами продвигаемся дальше. Давайте-ка посмотрим, что я могу сделать. Тут способности, новый уровень. Получится поднять, нет? Нифига, ребят, по-моему, не получится у меня. Ага, здесь нужно лидерство опять, чтобы я смог себе открыть новый скилл. Пятый уровень лидерства, это дофига, ребят. Так, а у тебя-то что, родной? Ну-ка. 25 защиты, колечко. Ну-ка, попробуем снарядить нашему голему. Да, может носить. Это хорошо. Поднять. До 30 уровень. 740 угольков? Отлично. Вот это я понимаю. Блин. А тут уже кристаллы нужны, чтобы поднять параметры. Все хитро сделано, ребята. Не все просто так. Тут продумано все. Так, ладно. Задания выполнены. Давайте заберем реворд. Они растут. По опыту у меня это хорошо. Так, что мы можем еще с вами такого замутить? Ну-ка, давайте попробуем. Наверное, может быть сюда. Есть у меня. Так. Второй уровень есть. А вот пятого уровня, к сожалению, нет. Печалька. Ничего у нас не выйдет тогда. Так. Исследования. Мы... А, еще идут. Черт, подери. У меня вот этот вот... Третий алхимик просто убивает. Как бы его поставить? Где мне добыть столько кристаллов? 500 штук. В принципе, не так уж и много, но и в то же время немало, потому что они практически нигде не даются. Так, давайте-ка посмотрим. Я... Во! Редко или лучше я могу призвать. Так. А здесь... А здесь нифига. Нет, не могу, ребята, здесь призвать. Кстати, что такое? Что это? Подожди, что прозвучало такое? Что-то мне спонтология-то сбило. А, исследование завершено. Ну, давай глянем шкатулочку нашу. Что ты нам дашь? 200 угольков и все, что ли? Блин, ну... Я так не играю, ребят. Ну, это не честно. Что бы нам еще такого заказать, а? Алхимия. Быстрое производство угольков и среднее производство угольков. Эх, даже не знаю. И медленное производство угольков. Зашибись. Нет, наверное, мы здесь пока с вами ничего не будем делать. Смотрите, елки-палки. Сколько здесь изучать способностей. Плюс параметры для каждого. Для вора, для волшебника. Ну, я думаю, что мы с вами, наверное, улучшим... А давайте барона уголькового. Тысячу потратим. Я думаю, что он нам пригодится. Уголек нам нужен будет. За него мы тоже делаем улучшение. Так что, надеюсь, не зря. Так, герои, подождите. У нас вот. Давайте-ка посмотрим, что у нас здесь выпадет. И... Ну, е-мое, блин. Как это... А, Дрейк. И причем у него скиллы, как у вора. Это что, вор у нас получается? Все, вроде бы больше ничего не могу, да, ребят, призвать? Странно. Есть один камень, но не дают почему-то. Может быть, их нужно здесь несколько? А, нет, это требуется один камень. Фу ты нафиг. Я неправильно все это понял. Ясно. Короче, если у меня будет вот так вот камень, то я смогу призвать. Ох ты, смотрите-ка. Лучник у меня появился редкий, причем меткий стрелок. Так, все, больше я не могу. И смотрите, здесь у меня тоже доступен. Давайте посмотрим, кто здесь у меня. Ага, обычный воин с копьем. Хорошо. Вроде бы больше ничего здесь у нас нету. Да. Хотелось бы мне, конечно, вот эти вот драгонслейеры или какого-нибудь пирата получить. Но почему-то не дают. Вот где-то ивинг происходит. Видимо, клановый. Ну, а я не в клане, поэтому мне болт большой и огромный. Что там у нас по отряду? Давайте посмотрим. Можем мы кого-то себе поставить? Воинов, конечно, много. Но толку мало, потому что они все не раскачаны. Хотя мы можем с вами, знаете, что сделать? Например, взять того же самого... Нет, голем нафиг он нам не нужен. Может быть, вот этого вот. И раскачать его. Ну, попытаться, по крайней мере. Если он будет с нами ходить, получать опыт, он, соответственно, тоже будет раскачиваться. Единственная проблема, что его быстро будут бомбить. Так, а теперь давайте сделаем с вами вот так вот. Кого-нибудь отправим на задание. Так, второй уровень есть. И даже двенадцатый уровень. Да? Отлично. Так, иди сюда, викинг. Пора тебе вот там побегать, покачаться маленько. А все, здесь, по-моему, у нас уже не хватит юнитов. Если я еще наскребу на второй уровень, то на пятый, к сожалению, по-моему, нет. Но, в принципе, ребята, за пару боев можно любого юнита прокачать до пятого уровня. Ничего здесь сложного нет. Жалко, здесь нет никакой тренировочной базы, где бы я мог раскачивать своих персонажей, юнитов, вот этих вот дополнительных. И, соответственно, потом отправлять на задание. Ну что же, погнали с вами далее. Сразитесь с бандитами в Руналесе. А, ну это мы все читали. Так, загрузка контента. Почему вот сразу не могут загрузить всю игру? Прежде чем мы сможем очистить от скверны мои леса, я должен испытать твою силу, воин чести. Бандитов сюда приманили. Мои последователи и звери подпадают под их злое влияние. Ну хорошо, давай мы тебе поможем. Очисти от них мои леса, прежде чем другие мои сородичи попадут под их влияние. Все, я понял, задача мне ясна. Клык и коготь называется у нас миссия. И смотрите, у нас тут какие-то... Ага, видимо вот эти вот волки, медведи, это все были нормальные животные в свое время. Пока на них не напала скверна и не обратила их в нежить. Так, хорошо, будем помогать друиду. Я думаю, мы с вами будем бороться за правое дело. Воу-воу-воу-воу, смотрите, видите, как у меня этот маг раскачался. Он уже почти получил пятую, не почти, а он получил пятый уровень. Так что, я думаю, что есть смысл даже вот на один бой брать с собой любого юнита, раскачивать, а потом их отправлять на задание. Там они заодно будут и прокачиваться, и получать опыт, ну и, соответственно, всякие плюшки мы будем добывать. Надо будет над этим хорошенько подумать, покумекать и что-нибудь сообразить. Так, продвигаемся с вами далее. И тут у нас уже лучники. Да, тоже, видимо, друидские стражники обращенные. На бандитов они не особо похожи. Да, они вот именно как робингуды, лесники. Да на ты, получи, ё-моё. Всё. Ну дайте уровень-то, ё-моё, чтобы мои отхилились. Ай-яй, нет, всё, нормуль. Голем получил. Успел таки вырвать. Хорошо, остался только маг. Оу, а тут куда идти? Ну а-ка, давайте-ка с вами, ребят, сообразим, куда нам лучше рвануть. По этой дорожке у нас будут два сокровища. Тут одно. Давайте, наверное, вот по этой пойдём. Потому что у нас с вами ватный маг. И я не хочу тратить там воскрешалки и так далее и тому подобное. Пойдём вот по этому коротенькому пути. Вау, тут уже у нас соколиные глаза летают. На-ка. Блин, какой же ты ватный, я маг. Ну как же так? Причём это даже не хиллер, это действительно маг, ребят. Всё, нормуль. Он получил шестой уровень, восполнил себе всё здоровье. Пополнять энергию. Да, конечно, надо пополнять, ребят. Мы без неё никуда. Так. Та-да-да-дам. Получите и распишитесь. К вам пришёл сэр Винрей. На-ка, падай-ка. Блин, всё-таки ватна. Ватна он бьёт. Не нравится мне этот маг. Ну, ребят, а другого пути не было. Только так я могу его раскачать. Больше никак. Да, приходится брать. Хотя, подождите, а если я, например, буду проходить самые начальные уровни? Будет от этого толк? О, это чё, у нас босс, типа? Видимо, да. Смотрите. Шавка драная. Да, битва с боссом. Ну-ка. Да нет, должны победить. Конечно, наверное, не без потерь. О, ёлки-по. Как же ты ничтожно мало бьёшь своей магией, маг. Ё-про-сэ-те. Да ладно тебе, псина. Хорош, успокойся. Во. Добьёшь? Умница. Хоть здесь ты меня не подвёл. Вау. Сколько дали опыта. Замечательно. Ну что же, вроде бы прошли, да, получается? Да, вот он, телепорт. Ха. Так, динжата. И сокровища. О, карта сокровищ. О-хоу. Это хорошо. Это что-то новенькое, ребят. Я такого раньше не видел. Но опять же, наверное, нужно её исследовать, да, чтобы прочитать. Или же нифига. Хм. Этот запах старого пергамента. Выцветших чернил. Скажите, Винрей, вы нашли карту? Ха, гад, учу его, а. Нужно изучить её немедленно. Кто знает, куда она может привезти. Я с тобой полностью согласен. Давай, алхимик. Блин, у меня тут всё занято. Ё-моё. А, могу ускорить. Отлично. Всё. Давай, где этот пергамент-то, ё-моё. Где пергамент? Вот здесь, наверное, да. Открывает новую шахту для исследования. Вот это, ребят, хорошо. Вот это мне пригодится. Это дополнительный приход денег. А деньги нам всегда нужны. Ну что же, глянем, что это у нас такое. Что за арена и... Что вообще здесь можно делать? Найти соперника. Хм. Готов ли я сразиться? Думаю, что готов. Ребят, я думал, в эту игру никто не играет. Ага, тут народу-то, ё-моё. Прут-пруди. Хорошо. Давайте посмотрим вот этого вот соперничка. Сможем ли мы его одолеть. Оу. Так. Десятый, десятый и второй уровень. Я так понимаю, это у них глава. Ага, он на меня. Так, отлично, ребята. Думаю, справимся. Здесь без проблем. Интересно, и что нам будут за это давать? Ух. Блин, вот. Маг меня подводит. Ну, ватный он все-таки. Сейчас упадет, наверное. Нет. Все. Мы победили, ребят. Ноль монет, зато получили пвп-бонус. И... Опачки. 250 монеток. 250 монеток. Хорошо. Ну, там очень много этих, ребята, закрытых еще. Давайте-ка посмотрим еще. Ёлки-палки, какие мощные. Тут девятнадцатый уровень. Ух. Я, наверное, зря это сделал. Зря я, наверное, это сделал. Девятнадцатый уровень. Блин. Черт подери. Хорошо. Этого мы сейчас убьем. Ну, а этот-то сейчас, наверное, так нам... Оу. На удар. Черт подери. Не нравится мне это все дело. Ай-яй-яй. Больно. Ребят, он с удара сносит столько, сколько мы его сейчас бомбили. Да. Глупо было. Я, ребята, когда нажал, только потом посмотрел, что у него девятнадцатый уровень. Ай. Убьет. Ну. Добьешь, голем. Есть. Да неужели, блин? Ты посмотри. Ну, голем, малорик, ты меня порадовал. Не подвел батьку. Не подвел. Умница. Так, а сколько... А, три победы нужно. Все, понял, ребят. Три победы нужно, чтобы открыть следующую ячейку. Давайте тогда еще с кем поделемся. Кого взять-то, блин? Тут все какие-то мощные. Хотя это... Оу, а это кто такой? Смотрите, ребята. Хе-хе. Так, шестнадцатый, десятый и второй уровень. Ну, вот этого сразу убиваем. Ага, этот у нас тоже какой-то жидкий. Так, иди отсюда со своими палками тут. Хе-хе-хе. Машет он мне. Черт подери. Ну-ка. Посмотрим, как он атакует. Ай, больно. Блин. Как говорится, тут уже кто кого передамажит. Черт подери. Ну, критануть бы. Ай-яй-яй. Если я сейчас не убью... Оу. Оу. Нам повезло, ребята. Если бы я сейчас просто слабенько его ударил бы, он бы меня уложил. Естественно, мы проиграли бы. Ну-ка. Третья победа. И... Да. Оу. Бронзовая руна нам достается. Слушайте, довольно неплохо. Аренка меня порадовала. Чего? Блин, энергия арена. Тут еще кончается это все дело, ребят. Не знал я, честно говоря. Хе-хе. Хорошо, ладно. Пока мы с этим делом подзабьем. Что? У нас... У нас с вами выпала руна. Насколько я помню. Она, по-моему, обычная. Как бы мне тебе, парнишка... Ага. Вот. До 20 уровня. А здесь получится, интересно, тебе поднять. У нас эссенция-то хоть... Где у нас эссенция отображается? Че это такое? Я не понял. Хе-хе. Ну-ка, так. Я не врубаюсь. Че я вообще делаю? Так, ну ранг на одну палочку мы подняли. Колец у нас нет. Ничего больше нету. Так, и почему-то у него десятка, десятый уровень светится красным. Почему я так и не понял? Ну что ж, давайте попробуем дальше, наверное, пройти. Ух. Была. Не была. Вот здесь, по-моему, остановились. Сразитесь с бандитами, пораженными скверной. Ну, это понятно. Это у нас все стандартное. Как оно и было, так оно и осталось. Чем дальше мы продвигаемся, тем яростнее сопротивляются бандиты. Я вижу. Надеюсь, это означает, что мы приближаемся к их лагерю. Ну, естественно, если они сражаются как безудержные, то, скорее всего, им есть за что. Значит, так оно и есть. Наверное, скоро будет база. Хотя, по большому счету, да, до базы там еще нам пиликать и пиликать. Может быть, здесь будет какая-нибудь посередине базенка, такая второсортная, скажем, от которой много что зависит. Пока мы это с вами не проверим, мы ничего не узнаем. И миссия называется у нас бандиты. То есть, я так понимаю, здесь у нас будут одни бандосы. Хорошо. Так. Упадешь ты, упал. Замечательно. Да, и, ребята, игруля, я посмотрел, игрулечка, это очень и очень старенькая. То есть, она уже покрыта мхом и отрастила себе большую бороду. Но, тем не менее, как-то до нее я только сейчас дошел. Точнее, видел-то я ее давно, но поиграть мне захотелось в нее именно вот сейчас. И, в принципе, я не жалею. Пока меня все устраивает, честно говоря. Надеюсь, вас тоже, ребята, и вам нравится смотреть, как я в нее играю. Хотя, может быть, многие тоже в нее играют. Просто мне этого, как говорится, не дам узнать. Но, как видели, на арене есть с кем подраться. Кланов здесь много, но почему-то какие-то кланы одиночные. Видимо, не все рады видеть у себя сокламусов. А, может быть, просто не видят в этом смысла. А, может быть, здесь проще одному создать клан и сидеть, как буржуй. И наживаться самому. Фиг его знает. Куда рвануть-то нам? Налево или направо, а? Что скажете, ребят? Я почему-то склоняюсь к золоту. Ага, тут у нас... Ё-моё, какие-то шаманы пошли. Ненавижу шаманов, ненавижу магов и хилеров. Я имею в виду вражеских своих-то, я, конечно, обожаю. На, получи, гадёныш. Так. Да, ребята, кстати, я подумал над вашим предложением. Что вы мне написали создать клад в игре Dungeon Boss. Боссы подземелья. И объединить, действительно, весь... Ну, не весь, конечно, но большую часть русскоязычников в одну ячейку. И играть колбасить их всех. Причём, вы сами понимаете, да? Нам общаться будет намного проще. Мы же всё-таки на одном языке разговариваем. Чем с тем же самыми американцами, китайцами, корейцами. В общем, ребят, если вы за и хотите это, то напишите, пожалуйста, в комментариях. А ещё было бы неплохо... Неплохо было бы сразу предложить и название этого клада. Потому что игрулька, на самом деле, очень классная. Правда, я в ней ещё не совсем, не совсем разобрался. Сашка мне помогает. Но хотелось бы более такой, знаете, развернутой информации. Надеюсь, как говорится, на вашу помощь. Ну ладно, это мы немножко отклонились. У нас тут вовсю бои, а я в другой игре. Оу! Щетос, ребята! Неужели я тут упаду? Не должен. Я не хочу падать, ребят. Не хочу. У меня очень мало хп. Ай-яй-яй-яй-яй. Заговорился и совсем продинамил. Блин, надо было... Чёрт, подери. Пропущено! Пропущено! Так, ладно, давайте оживимся. Ого! Вот это ценники у них тут. Сто рубинов, блин. Ну, или как вы просили назвать, гемов. Ладно. Так, опять немножко отойду от темы у нас в этом. Вчера, ребят, играл. Думал, и у меня стоит на записи моя игруля. Ну, наша игруля. Битвы чемпионов Марвел. Прошёл я этот портал. Так всё замечательно. Всё хорошо думал. Ну, сейчас выложу. Вы представляете, какой облом, когда я посмотрел, что у меня не стояло на записи. Вот, не знаю. Теперь придётся рано по повтору проходить. Но, с одной стороны, это даже и хорошо. Возможно, я пройду на 100%, и мы с вами получим более улучшенный ревард, чем который мне до этого дали. В общем, ребят, если вы тоже думаете, что стоит, всё-таки пройти её на 100%, вы напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Если вам хочется, естественно, я пройду. А то как-то, вот, честно говоря, по второму кругу тяжело идти, хотя там уже будут совсем другие юниты. Но один, конечно, из воинов меня там просто как-то, и взбесил, и порадовал. Порадовал тем, что он такой мощнявый, у него такие спецудары. Я не помню, как его звать. Такой, какой-то он огненный. Название я не помню. В общем, ребят, если вы согласитесь, мы пойдём с вами, и я вам его покажу. Хотя бы просто тыкну на него, и кто он такой. Естественно, я с ним уже встретиться не смогу, потому что я его уже прошёл. Блин, что-то я отклоняюсь от темы. Ребят, у меня в голове столько всяких идей, предложений, и я это всё не могу, как сказать, высказать где-то в чате. Оу, так, забираем. Где-то в чате, или это. И поэтому мне вот приходится делать такие вот вставочки, отступления. Так, давайте сюда, и третий уровень у нас есть. Есть, конечно же. Ну, а на этом, пожалуй, я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Так что, ребятушки, увидимся уже с вами в следующей серии, и продолжим играть, и проходить эту игру. А на этом всё. Всем пока, удачи вам, и до новых видосиков. Субтитры подогнал «Симон»!